Приветствую вас. У нас такой достаточно коротенький вопрос, но тем не менее достаточно важный, такой обзорный, я бы сказал. Как можно избавиться от обид благих установок? Как можно наполниться от недополученной любви от родителей? Что вы можете посоветовать? Книги, геставтерапия или кто-то еще? Такой вот короткий вопрос. Ну, довольно интересный набор вы здесь предлагаете. Почему-то именно геставтерапия, почему именно она? Это первое. То есть, в книге понятно, а вот почему именно геставтерапия, не совсем. Хотелось бы это, конечно, прояснить. Дальше. Избавиться от обид. Ну, начнем с того, что избавляться ни от чего не нужно. Потому что то, что лежит, то, что находится в основе обиды, хоть и является, по сути своей, такой вот деструктивной историей, да? То есть, мы говорим, что обиды это нехорошо, да? Мы говорим, что обиды это деструкция, мы говорим о том, что обиды это такое рэкетное чувство. Вот мы говорим о том, что обиды мешают, и это правда. Вот, обиды действительно мешают, но важно понимать, что основа у обид, вот именно основа, она, в общем-то, неплохая. В основе обиды, в основе, лежит, в общем-то, такая, на мой взгляд, вполне здоровая потребностная компонента. Вот, то есть, в основе обиды находится то, что, в общем-то, в общем и целом, я бы сказал, что человеку нужно. То есть, это ведь какие-то его желания, это ведь какие-то его потребности, это ведь какие-то ценностные ориентиры, ценностные проявления. Это, то, что является, ну, основой личностной организации, в общем и счёт. Да, может быть, у этого не самое лучшее проявление. Да, может быть, это выражается в такой вот, ну, можно сказать, там, деструктивной форме, когда мы говорим об обиде. То есть, обида – это когда я чего-то хочу, например. Но ответственность за это, за то, чего я хочу, я перекладываю на других людей. И в этом смысле, конечно, обида является чувством крайне разрушительным для человека. Хотя, даже здесь, в общем-то, даже здесь, мы можем говорить о том, что обида является маркером того, куда я хочу двигаться, того, как я хочу двигаться, того, что для меня важно. Но, в случае с, например, обидой, опять же, здесь, как бы, возникает требование от других людей. Ты мне должен, вот, я чего-то хочу, ты должен мне это дать. А если ты не даёшь, то я, соответственно, тебя обижаю. Вообще, механика, она, ну, механика в данном случае простая, но, как бы, довольно, довольно слабо, довольно слабо реализуема. Потому что люди, это, в общем-то, не те объекты, которые подвержены нашему влиянию. И, наверное, одно из самых важных, одним из самых важных признаков зрелого человека, да, зрелой личности, является то, как мне, например, кажется, чтобы вот понимать и допускать вот этот аспект, что люди не должны, люди не могут, как бы, соответствовать моим, моим надеждам, моим ожиданиям. Тому, что я от них жду, вот, потому что у людей есть всегда свои взгляды, вот, у людей есть всегда своя точка зрения, у людей есть свой мир, своя реальность, в которой, ну, в которой они живут. И, в общем-то, если, где-то в чем-то, как-то, и есть совпадение, то это, скорее, вот, из разряда, ну, наверное, чуда, из разряда чего-то хорошего, ну, никак не из разряда норм, да, вот. Потому что, ну, любой человек, даже, вот, самый близкий, любой человек, даже, вот, ну, даже друг, даже подруга, да, все равно все эти люди живут в своей реальности, и у них свои организационные, личностно образующие тенденции и векторы. Которые могут быть не связаны с человеком, вот. И обидам подвержен тот, кто, вот, с одной стороны, как-то хочет опираться все время на других людей, с другой стороны, человек, которому обида выгодна, то есть обида что-то дает, есть вторичная выгода, вот. И человек, который, в общем-то, боится. Человек, который боится, ну, личной ответственности, боится взять вот эту вот ответственность на себя, вот. Боится как-то, вот, может быть, проявить себя, может быть, боится ошибиться, может быть, боится продемонстрировать что-то, вот, и так далее. То есть, по большому счету, ну, мы можем говорить о том, что обида – это вот пребывание в неком таком иллюзорном, я бы сказал, сказочном мире, вот. Понятно, что здесь есть такие нюансы, да, как, например, что, если мы пришли в магазин, да, и на нас, там, грубо говоря, накричали, мы, естественно, чувствуем обиду, и это значит, всего лишь, что, вообще-то говоря, вообще-то говоря, у нас есть определенные ценности. То есть, это означает наличие ценностей. Вот, обида – это маркер ценностей. Вот, но, конечно, конечно же, как бы, заметить это и обратиться с этим вот так. Нужен навык. Для этого нужен навык. Вот, навык, навык, соответственно, он, ну, естественно, не всегда радует своим присутствием, да, не всегда навык радует наличием у человека. Вот. Вот, и, конечно, очень часто мы к обиде относимся вот, вот, либо как к чему-то бытовому, то есть, ну, обида – это нормально, и жить в обидах – это нормально. И используем это как средство для, допустим, ну, достижения своих целей, например. Вот, либо мы, наоборот, относимся к обидам как к чему-то плохому, вот. Ну, просто потому, например, что нам тяжело. Нам тяжело это переживать, нам тяжело это переживать, нам тяжело с этим сталкиваться, потому что мы не умеем, не умеем об этом говорить, вот. Кстати, обида возникает тогда, когда человек имеет такой, ну, запрет на проявление своих чувств. Вот. То есть, я на тебя обижусь, да, но не покажу, что я чувствую, не скажу, что я чувствую, не скажу, чего я хочу, и так далее. Дальше. А плохие установки? Ну, несмотря на то, что вроде бы всё понятно, вроде бы понятно, о чём будет речь, когда мы говорим о плохих установках, всё же, наверное, хочется уточнить, что есть плохая, то есть, что такое плохое. Плохое – это как, плохое – это что. И уточнить хочется, что такое установка. Потому что вообще-то это, ну, научный термин, и когда такие слова поступают от человека, для которого данная терминология не является его научным языком, вот, всегда возможны некоторые искажения смысла, вот. Тем более, что информации сейчас достаточно много в свободном доступе находится. То есть, любой человек, в принципе, может изучить что-то, любой человек может прочитать что-то, любой человек может получить, ну, хотя бы, что называется, какие-то базовые представления, да, о том, что есть что. И если даже не получить базовые представления, то, по крайней мере, добавить в свой лексикон, ну, определённые слова вполне возможно для человека сейчас. Вот. Поэтому, ввиду того, что эти, так скажем, искажения, да, могут иметь место быть, ввиду того, что эти искажения довольно часто встречаются. Вот. Ну, хочется уточнить. Вот. Хочется уточнить и хочется понять, а что же вот вы в данном случае имеете ввиду, говоря о установках. Что такое для вас, например, установки? Что вы, ну, вот, что вы под ними, например, подразумеваете? Под установками. Что вы имеете ввиду? Говоря, там, допустим, что у меня плохие установки. Вот. А, я по опыту могу сказать, что в основе установок, в принципе, лежит такая же некоторая позитивная такая компонента. Вот. В основе установок лежит позитивная история. Но что страдает? Страдает форма. Страдает форма очень сильно. Вот. То есть, например, допустим, человек, который считает, что он должен обязательно, например, создать семью, говорит о необходимости быть защищенным. и, как я надеюсь, мы понимаем, что в защищенности ничего плохого нет. То есть, абсолютно ничего плохого нет в том, что человек, кто-то хочет чувствовать защиту. Вот. Это, в этом нет абсолютно ничего дурного. вопрос вызывает форму. Поэтому установка может иметь, в принципе, позитивный заряд или, выражаясь языком, например, психоанализа, да, может иметь основу либидо, то есть, не мартида, не разрушение, а созидание. Вот. Но при этом форма, которая является по большому счету такой социальной настройкой, вот, форма может оставлять желать лучшего. Вот. Ну, потому что форма, она предается, форма, она создается как раз другими людьми, вот, людьми, которые, как я уже сказал, живут в своей реальности очень часто, вот, и как бы не всегда, например, могут осознавать, что их реальность не подходит под реальность другого человека. Поэтому, опять же, избавляться от установок не нужно. Придавать им форму, придать форму установкам таким, как, эм, таким, такие, точнее, формы, которые, во-первых, сделали бы реализацию установки возможной, да, вполне можно. Это вполне реально. Избавляться ни от чего не надо. Вообще, сказать, что, когда человек хочет от чего-то избавиться, вот, в психологическом смысле этого слова, вообще-то речь идет о смерти. потому что избавляться от чего-то означает умирать. Ну, психологи не те люди и не те специалисты, которые, наверное, будут как-то в этом помогать, да? То есть, то есть, эм, в моей, например, парадигме избавление от чего-то, именно вот избавление от чего-то, это история про, эм, так скажем, вынесение, или, или лучше, давайте скажем, может быть, внесение, внесение, эм, вот, того, от чего я хочу избавиться, в разряд чего-то сверхважного. вот, то есть, иными словами, иными словами, я делаю это центром своей, центром своей вселенной, вот, ну, я думаю, не нужно здесь говорить, что это не есть хорошо, и, по сути, симптом, он, ну, в общем-то, мне становится как-то, как-то менее властным над человеком, из-за этого, вот, а скорее, ну, скорее в этом смысле, становится, чуть ли не, еще более властным над человеком, за счет того, что меняется форма, вот, за счет того, что меняется восприятие, вот, и мы теперь говорим, нет, меня, допустим, моя тревожность не волнует, да, меня моя тревожность не волнует, я не верю, например, человек говорит, я не верю в то, что тревожность, это что-то, реальное, не верю в это, но, я хочу избавиться от тревожности, а ведь по большому счету все остается тем же самым, то есть, все остается, ну, вот, точно такими, то есть, вообще ничего в этом смысле не меняется для субъекта, вот. Дальше, если мы говорим, например, про, если мы говорим про любовь недополученная от родителей, то здесь, наверное, очень важно отметить, во-первых, факт, факт, наличие обиды, это первое. То есть, просто вот, факт наличия обиды. То есть, родители не дали мне той любви, которой я хотел, но они могли и должны были мне ее дать. Так появляется обида. То есть, такой отход от реалистичного восприятия человека и переход к сказочному, идеализированному восприятию человека. Вот. Поэтому, в первую очередь, нужно реально посмотреть на люди, на родителей. Реально. не с точки зрения того, что вот я дочь, я ребенок, мне нужен, мне нужна родительская любовь. А с точки зрения того, что происходит с этими людьми, что происходило с ними, в какой парадигме эти люди жили, что их волновало, какие у них были цели. Только так, в принципе, мы получаем возможность посмотреть на всю ситуацию целиком. Но, вообще-то говоря, человеку, будучи ребенком своих родителей, не ребенком физически, а психологически будучи ребенком своих родителей, самому довольно сложно это сделать. Там, если человек находится во власти в тех же самых факторах, о которых я уже говорил. То есть, это некий, некий, вот, своя собственная стереотипизация восприятия. Вот. Выход, выход за границы, за рамки этого, в общем-то, не представляется на сто процентов позитивным. Потому что влечет за собой некоторые последствия для человека неприятные. Ну, например, совкновение с самим собой. То есть, если родители мне и не должны, и не могли были дать любовь, то получается, что, ну, дать больше любви, то получается, что я вынужден остаться наедине с собой и один на один, например, со своим требованием любви. И увидеть, что мое требование любви, оно неадекватно. Ну, вот. А обижаться на кого-то, ну, это как бы легче, проще. И самое главное, дает некий суррогат любви, потому что, когда я обижаюсь, я себя желею. Вот. Здесь довольно часто сталкиваются, здесь довольно часто возникает сопротивление. То есть, желание остаться в своей, ну, в своей такой позиции, да. Вот. Желание, точнее, не желание, нежелание менять свое восприятие. Что касается чувств и ощущений, то вот эти чувства, называемые родительской любовью, мы-то любовь другого человека непосредственно не чувствуем. Мы чувствуем свою реакцию, да, на то, когда нас любят. То есть, к примеру, если человек нас обнимает, то мы чувствуем тепло, неожиданность, защищенность, и мы называем это любовь. Вот. То есть, мы говорим, вот он нас любит. Ну, как бы, мы можем, наверное, почувствовать только свою любовь, только то, что мы чувствуем. Почувствовать то, что чувствовать другой человек нельзя. И поэтому, когда вы говорите, что я недополучил любви от родителей, это вот вы говорите о том, что вы недополучили своих собственных ощущений. Тепла, защищенности и так далее. И это культивируется, это взращивается в человека с помощью психолога. Вот. Я бы сказал, что здесь, конечно, мы снова возвращаемся к вопросу выбора терапии. То есть, почему именно она? Да, я сам отношу себя к школе кишстат терапии. Работаю в этом направлении. Но почему именно она? Для меня все равно есть загадка. Когнитивно-поведенческая терапия тоже довольно эффективна. и если смотреть правде в глаза, то для некоторых людей КПП является более подходящей методикой. Более подходящим методом. методом. Потому что гештальт терапия это история про контакт с собой. Безусловно, важна и значима часть. Но не все люди хотят этого контакта с собой. и не все люди наверное могут. Хоть я и считаю, что все. То есть если я считаю, что если человек поставит себе такую задачу, что он обязательно к этому придет. Это будет непросто, это будет нелегко, это будет сопряжено с некоторыми сложностями. Вот жизнь в целом человека усложнится, но это возможно. как бы традиционно отношения с родителями разбираются психоанализы. На мой взгляд, более эффективный метод транзактного анализа. Транзактного анализа. Более эффективный метод именно с родительской фигурой. анализа. Но то, что описываете вы, а именно недополученность любви, то есть такая недостаточность переживания того спектра чувств, о которых я сказал ранее, терапии. Это все-таки больше прокультивация. И вот тут конечно встает вопрос о том, как у вас связана ваша проблематика и книги. как у вас связана ваша проблематика и выбор какой-то одной школы терапии. Как у вас связана ваша проблематика и совет. То есть при наличной проблеме, которую вы описываете, ни советы, ни книги, не какая-то конкретная школа терапии, на мой взгляд, не решает проблему. Книги сто процентов нет. Потому что книги это история про получение знаний, но не для решения своих проблем. Я не могу прочитать книгу и решить свою проблему. Потому что все равно читая книгу, я воспринимаю ее через призму собственного восприятия. То есть оставая своей парадигме. И то, что не входит в мою парадигму, я просто не приму. Поэтому здесь необходим другой человек, чтобы направить. Поэтому вам нужна именно индивидуальная работа для решения своих проблем. Вот. Важно отметить динамику. Знаете, я сейчас скажу вот такую вещь, которую, наверное, говорить бы не стоило. Особенно для потенциальных партнеров, вот, ну, в данном случае моих, вот, но, тем не менее, мне хочется быть честным. Так вот, дело заключается в том, что у меня бывает на консультациях такая интересная история. вот человек приходит на прием часовой, 60 минут, не академический час, а классический. и бывают такие истории, когда мы просто говорим, мы просто говорим. Давайте я немножечко усилю сейчас этот эффект и скажу, что мы занимаемся полемикой. Да, полемикой мы занимаемся. естественно, я несколько гиберболизирую сейчас, вот, потому что лично я в полемику стараюсь не вступать, я считаю, что это не терапевтично, вот, ну, за исключением некоторых моментов, вот, но, тем не менее, давайте я вот сейчас представлю такую картинку, вот, что, значит, человек пришел на час и мы вступаем в полемику, вот, и занимаемся полемикой. Что здесь я понимаю под полемикой? Это диалог, диалог, который исключительно идет из рациональной составляющей. и вот я могу сказать, что бывает такое, когда из часа полемика занимает минут сорок и двадцать минут непосредственно терапии. можно сказать в этом случае, что как так, почему так мало, вот, нужно больше, за что люди платят деньги, да, тебе нужно оплачивать только там, 20 минут, а не час, например, если мы говорим про какие-то платные варианты работы психологов, да, но здесь есть два момента. Во-первых, есть момент динамики. У каждого человека она своя, именно динамика. У каждого человека своя динамика, то есть своя способность продвижения. Я это чувствую и соответственно, когда я это чувствую, когда я чувствую, что у человека есть определенная динамика, я, конечно же, стараюсь подстроиться в первую очередь под нее, под эту динамику. Я не хочу тянуть, ну, тянуть человека, да, в этом смысле. как-то вот за собой и заставлять его. Это первое. И второе, это то, что человеку нужно подготовиться. То есть, человека нужно привести к определенному состоянию. К определенному состоянию. Вот. Понимаете, да? Это тоже нужно время. поэтому и у вас может быть определенная динамика. Вопрос, конечно, заключается в том, готовы ли вы к ней, к этой самой определенной динамике или нет. Но, тем не менее, аспект это очень важный. если мы говорим конкретно про индивидуальные особенности, допустим, личности. Вот. Это нужно учитывать обязательно. Понимаете, да? О чем я говорю? в рамках в рамках в рамках в рамках описанной вами проблемы важны вот эти факторы. Все, о которых я так или иначе сейчас сказал. Их необходимо учитывать. Их необходимо иметь в виду и с ними необходимо работать. Вот. Поэтому, если вы готовы заниматься индивидуальной работой, то, как говорится, милости просим, милости просим, на терапию, если нет, то свою проблему вы не сможете решить. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Спасибо. 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 Продолжение следует...